А почему полиции сейчас нет? Почему полиции сейчас нет? Потому что нас много. Они смелые, когда 10-15 человек здесь стоят. А 100 человек здесь, они все, вздуваются. Сейчас они ходят по лесу, вот самый главный зверь, Герасимов, Тимофей, младший лейтенант. Это он как раз провокатор из полиции, самый главный. Пойдет это куда-нибудь? Пускай посмотрит. Вот его встретили наши ребята, он сейчас переодетый как бы в гражданку. У него спросили, а что ты там делаешь? Он говорит, грибы собираем. Вот они сейчас по лесам грибы собирают. Эти герои, которые бабушке ногу сломали. Понимаете? Потому что сейчас подходить они боятся. Грибы собирают, это у них урожай на самом деле задержанных. Ну да. Сегодня задержаний, конечно, не будет, потому что они просто... Задержали они 10 человек, вот у нас около 10, больше, 15, до 15 человек. И это сумма поднялся на всю страну. А представьте, сейчас они подойдут, начнут задерживать. Во-первых, никто им не отдаст людей, естественно. Здесь потому что собрались мужики и женщины, с чем все, с духом, с остальным. И никто не отдаст людей. А тут реально полиция начинала или только частные охраны? Нет, это полиция. Вот в тот день, в четверг, нас когда задерживали, это была полиция. Они были против народа. Мы с ребятами, сейчас расскажу, мы с ребятами, когда подошли, здесь стояли 10-15 человек, в основном это взрослые люди, из лагеря, да, вот здесь он. А против них стояли 30-40 полицейских. Когда мы подошли, одного парня, который в понедельник будет судить, прямо у нас на глазах забрали, мы стали возмущаться, задавать вопросы, что безосновательно. Ну и за нас тоже взялись. Молодежь, они выдергивают и уносят, уводят. А вы были свидетелем, когда бабушку ногу ломали? Нет, я сидел тогда. А в понедельник планируют работу начать или не в курсе еще? Или пока тормознули все это дело? Мы пока не в курсе. Мы вообще сами с Могуши приехали за 300 километров. Мы поэтому как бы особо не в курсе. Мне из Москвы еще больше. Ну, мне кажется, насколько мы знаем, со всех районов люди собираются, молодые парни приезжать сюда, дежурить. Но я хочу обратиться к Стеллитамаксам. Не знаю, куда это выйдет. Мы приехали, один человек с Чикмагуши. После того, что нас задержали жестко. Вот с Семером мы приехали в четверг, четырех из нас задержали. Я вообще провел ночь, получается, с героями, с парнями из Башкорта. Ну, мы не испугались, мы приехали. Где Стеллитамак? Где Салават? Где Ишимбай? У вас сколько? Да, здесь. Хочется, чтобы... Ну, если вы все придете, ну, не все, там, 10%. Это будет идеально. Никто эту гору не тронет. Понимаете? Все зависит от вас. Это они вам сказки рассказывают. Вас пугают. Нами вот нас задержали, и вам это в назидание, не приходить сюда. Но мы здесь, понимаете? Нас задержали, побили, мы пришли, все равно. Мы не испугались, ничего страшного там нет. Там никто не бьет. Почему у вас больше трех часов? Задержания здесь, они незаконные. Больше трех часов? Больше или нет? Больше, больше. Мы там... Сотки? Сотки же, говорит, почти. Долго, долго. Меня вообще не имели право. Меня вообще не имели право. Кредитаты вообще не имели право. Абсолютно. Ну, тут полный беспредел. Здесь творится четверг полицейских беспредел. А вы не говорите, что будете там в прокуратуру писать? Понимаете? Не говорите. Где мы ждем? Нарушений здесь очень много. Вот сейчас они эту сторону закрыли незаконно, начали ту сторону ограждать. То есть сейчас моя машина стоит закрытая блоками. Это все незаконно, абсолютно все не. И эта сторона, и этой стороны мало. Они стали эту сторону закрывать. Я так понимаю, геолога-разведка подразумевает в разных точках пробы грунта взять какие-то... Вы не поленитесь, поднимитесь наверх. Мы не дошли. А вот вы были, да. Ну, кто не был? Они пять тысяч метров квадратных уже спилили. Это один участок под геолога-разведкой. Таких участков, нам сказали, 25 будет. 42 даже. Я слышал 25. Ну, вот даже 25 на пять тысяч квадратных метров умножьте, это же получается, соответственно, ничего не останется здесь. 18 гектар они хотят разрабатывать. Это только для того, чтобы пробурить. Идите проверить, где надо, что приедет. А ограждают еще больше. Ты можешь сделать, это не обманывайся.